В эфире программа Жили и были на Дону. Мы рассказываем о жизни простых людей и непростых жизненных ситуациях, в которых может оказаться каждый из нас. Куда спрятаться бездомному животному в холода, как не в теплый подвал многоэтажки? Но такое убежище может стать для кошки мышеловкой. Многие подвалы на зиму буквально закупоривают, запирая двери и закрывая все щели и продухи. А животные умирают не от мороза, так от голода. Одного живого поймали девочки, два мертвых. Ну, видно, у него такие подружки. И один живой там сейчас его пытаются поймать. Может, там еще есть, но там так тяжело. Многоэтажки Панагибина, по подсчетам волонтеров, живут с десяток кошек. В закрытом подвале покормить их можно только через решетку. А вот напоить, говорят сердобольные жильцы, уже проблематично. Прежде чем запереть подвальную дверь, сотрудники управляющей компании не удосужились проверить помещение. По большому счету не волнуют управляющую компанию совершенно. Вроде бы есть у нас санэпидстанция, которая может их оштрафовать. Но они, видимо, этого не боятся. То есть животные погибают, там все вот эти болезни возникают. Трупы погибших животных разлагаются и становятся рассадниками заразы. А ведь никто не обязывает УК закрывать продухи. Кроме того, в правилах эксплуатации жилищного фонда прописано. При повышенной влажности в воздухе вырабатывается конденсат и радиоактивный газ, который способствует развитию опасных заболеваний. Все продухи закрываются только в зиму. То есть только тогда вот люди из жильц домов, которые их кормят, начинают бить тревоги. То есть летом заходите, пожалуйста, каким-то образом же они туда попали. А зимой все закрывается. Одни жильцы подкармливают, другие жалуются на блох и запах. А волонтеры приводят данные исследований ран. Соседство с собаками и кошками вдвое снижает популяцию грызунов. А дурной запах от хищника вызывает гибель плода беременной крысы. В моем доме, где я кормлю животных, люди просто говорили, что когда кошек выгнали, туда пришли крысы. Опять сняли решетки, запустили туда кошек. Больше четырех часов искали волонтеры в мокром и душном подвале брошенных животных. Спасти удалось двух больных котят. Видимо, в подвале они и родились. На улице еще не были. Людей не знают. Один даже прокусил спасителю руку. Как минимум четырех кошек волонтеры поймать так и не смогли. А управленцы опять закрыли все продухи металлическими заслонками. И кошки обречены на голодную смерть. За последний месяц в Ростове горели два ростовских рынка. И в каждом случае большая площадь возгорания. Многие предприниматели понесли убытки. О том, как избежать больших потерь и получить компенсацию, расскажет юрист Юлия Панкова. Полностью уйти от всех рисков в предпринимательской экономической деятельности в принципе невозможно. Если говорить об убытках, возникших в результате возгорания, то их причинами может быть как стихия, так и действия халатные со стороны конкретных лиц. Либо неправомерные действия по умышленному причинению ущерба со стороны третьих лиц. Поэтому при определенных ситуациях все-таки соблюдение требований безопасности позволяет исключить, либо минимизировать такие убытки. Следует понимать, что все-таки предотвращение ситуации всегда дешевле, чем потом устранение уже наступивших последствий. С чего начать предпринимателю, если его бизнесу нанесен значительный ущерб? В случае, если все-таки ситуация уже наступила и ущерб причинен в результате неправомерных действий третьих лиц, то все-таки это обращение в суд. Но самым эффективным, естественно, способом реального получения возмещения убытков является страхование в добросовестных и проверенных страховых компаниях. Потому что зачастую получить деньги реально только со страховой компанией, так как не всегда судебные решения являются эффективным способом. Часто они остаются только решением на бумаге. Не всегда судебные решения исполняются. Реально ли получить компенсацию? Реальным способом возмещения, как я сказала, уже является именно защита прав потерпевших. В данном случае самым, конечно, эффективным способом и быстрым – это получение страховой премии. Не всегда у нас и страховые выплачивают своевременно и признают страховым случаем ситуацию. Поэтому бывает такое, что необходимо обращаться в суд с иском к страховой компании. Поэтому я уточнила, что нужно выбирать именно добросовестные и проверенные страховые компании. В данном случае мы говорим о том, когда въявны самого предпринимателя нет, тогда реально действительно возмещение, либо путем обращения в страховую компанию, в случае, если застраховано имущество, либо обращение в суд к причинителю вреда. Но если все-таки ущерб причинен в результате действий самого предпринимателя, либо по его халатности, то, соответственно, и обращение в суд может быть неэффективным. То есть это необходимо понимать и защищать свои права, конечно же, добросовестные. Обычно в нашей программе мы рассказываем о сложных житейских ситуациях, но сейчас героем станет очень способный мальчик. Десятилетний Андрей Рудов – человек серьезный, в свободное время не играет и читает Куприна, Чехова и Пушкина. Он русскому народу высокие жребия указал, и миру вечную свободу, и из мрака ссылки завещал. А также мне очень нравится вот это. Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластия напишут наши имена. Но основные увлечения касаются органической химии и биологии. Дома выращивает кристаллы, мечтает вырастить аметист. Там, говорят, нужен песок, железо, печка, в которой растапливать и делать специальное атмосферное давление. Научится выращивать, мечтает продавать, а выручку потратить на покупку тропических растений и путешествия в экзотические страны. Конечно, с мамой. У Эммы Рудовой два высших образования, но даже для такой умной мамы увлечения и глубокие познания сына кажутся порой неожиданными. Его увлечение минералами для меня это вообще открытием было. Потому что ребенок так глубоко интересуется этой темой и даже научился сам выращивать, проводить эксперименты научные, действительно, в домашних условиях. Он делает это не просто так, не на уровне детской игры. Андрей хочет быть академиком, как дедушка, и открыть новый вид растений. И даже сделал первый шаг в науку. Выступил на научной конференции в ЮФУ и стал самым юным участником. Докладу готовился самостоятельно. Рассказывал ученым и школьникам о кристаллической решетке и гидрокристаллах. Используется для того, чтобы задерживать влагу. Это имеется в виду то, что кладут эти гидрокристаллы в горшок, и они задерживают влагу надолго. И поэтому растения часто не приходится поливать. Все мошки, бабочки – это все у нас. У нас огромная коллекция насекомых, собранная Андреем. Затем его интересы переключились в область более биологии. Мы стали собирать минералы. Он увлекся кристаллами, стал их выращивать самостоятельно дома. Он просил меня как маму, скажем, мама, сбегай в аптеку, купи квасцы алюмакалиевые. Для новичков такая конференция особенно полезна. Здесь можно получить оценку и консультации настоящих ученых. Это верный чай, аналог биогомуса, но только он в жидком виде. А это сам биогомус, субстрат. Наши преподаватели всегда идут навстречу школьникам и готовы принять участие. У нас есть проекты, где научными руководителями являются сотрудники нашего подразделения. Конечно, выступать с докладами перед научным сообществом приятно. Но еще интереснее их готовить. Андрей глубоко вникает в каждую тему. И даже в школьной программе ему порой тесно. Самостоятельно ищет источник новых знаний. Ученые посоветовали Андрею посещать школу для одаренных детей. Наша программа подошла к концу. Помните, помогать легко, нужно только захотеть. А мы очень хотим вам помочь. Звоните нам по бесплатному телефону 8 800 500 ровно 8 642. Или присылайте свои вопросы на почту. Жили, Дефис, Были, Собака, Дон24.тв. До встречи через неделю. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...